Да, спасибо большое. Меня, собственно, зовут Александр Димур. У меня будет второй слайд про меня, потому что я где-то читал, что всегда положено представляться и делать небольшое описание себя. А вот смайлик слева, он показывает меня, когда я увидел, что в анонсе ушла эта тема, потому что здесь самые внимательные, наверное, запомнили и обнаружили, что в анонсе написано про взаимодействие с заказчиком, а тема написана про сферы применения разных типов менеджмента. Это прошел забавный мискоммуникейшн, поэтому я постарался рассказать про разные типы менеджмента, но и так, чтобы и про заказчика, и так, чтобы было интересно и тем, кто совсем не менеджеры. И вообще, в принципе, задача на нашей конференции – это расширить кругозор, узнать что-нибудь новенькое и стать чуть-чуть умнее, образованнее и смотреть на жизнь веселее. Можно чуть познакомиться, кто занимается разным видом управления, менеджмент, тимлидинг, что-нибудь еще. Отлично. Немножко лес людей. Значит, в принципе, концепция, которую я буду рассказывать, она очень общая. Она работает на взаимоотношении с начальниками, с подчиненными, с заказчиками, с командами, со всем чем угодно. То есть я старался… Так у нас не профильная конференция, а она широкая. Я старался так, чтобы всем было понятно, всем было интересно, и моя лекция не будет изобиловать какими-то сложными техническими подробностями, на которых не специалисты могут потеряться. Собственно… Кликер не работает или работает? Не работает? Сейчас. Он работает. 1, 2. А пока не работает кликер. Я напомню, что у нас есть партнеры. Кто-нибудь помнит, кто эти люди? Да, можно за приз. Но нет, уже кликер заработал. Приз получите в конце. Нет, не заработал. Не заработал. Тогда я продолжаю напоминать, кто у нас партнеры. Так, кто перечислит всех? Всех. Их много у нас. Есть желающие? Пока кликер не работает, можете поднимать руку. Вам подойдут сейчас микрофоном. Перечислите всех. Только, пожалуйста, так, чтобы я видела ваши глаза. Гуид. Не знаю. Гуид. Наверное, правильно. Это компания, которая занимается в течение формирования, тестирования фабрика. Это компания, которая учит первокласс проект менеджмент банана линька. Это тысяча замечательных людей. Отлично. Я думаю, кто-то еще. Вот помнишь, кто предоставил эти пуфики, которые в коридоре? Наверное, очень творческие люди. Да. Мешок в дом. Саша, у нас там кликер заработал? Да. Класс. Можно подарок девушке, пока мы тут вспоминали всех партнеров? Спасибо за рекламную паузу. Собственно, про себя я уже немножко рассказал. Я занимаюсь IT так или иначе уже, по-моему, там 2013-2003 года. Еще с института я занимался практически вообще всем, чем можно заниматься в IT. 6 лет или 7 из этого я занимался управлением проектами и 2 года я занимаю должность главы офиса одесского нашего отделения RedDart. И я, собственно, хотел, хочу поговорить про бизнес, потому что у меня уже задача такая, то есть уже думать про бизнес. И я хотел, вот бизнес-план нарисован на доске, потому что, по сути, я записал его на Википедию, посмотрел, проверил, бизнеса на самом деле называется там любая деятельность, которая приносит доход. То есть, соответственно, для того, чтобы у нас был какой-то бизнес, мы должны, собственно, найти каких-то людей, которые нам будут платить за то, что мы решаем какие-то потребности. То есть бизнес на самом деле в своем корне очень простой. Есть клиенты, нам нужно найти клиентов, нам нужно понять, какие у них есть потребности, нам нужно найти потребность удовлетворить. То есть они нам за это платят, у нас профит. В общем, ровно это диаграмма показывает. И для того, чтобы этот процесс был эффективный, то есть там нужно, понятно, нужна какая-то команда менеджеров и все прочее. Я стал думать, как про это рассказать и потом подумал, что, в общем, изобретать велосипед, наверное, не надо. Есть, наверное, люди, которые про это писали, которые этим профессионально занимались. И вот, пожалуйста, человек, который является одним из лучших мировых бизнес-тренеров-консультантов, это Ицак Адизис. То есть кто-нибудь знает про него? Можно руку поднять? Он очень классный дядька, то есть он входил в топ-100 консультантов, он консультировал целые страны по выходам из кризиса. Он консультировал такие компании, как Вольво, Кока-кола и вообще остальные. Он там автор, вот его методология в принципе является одним из треугольных камней менеджмента. Книжки, которые он написал, опять же он там кучу написал. Одна из них была просто, она, по-моему, в десятку самых лучших бизнес-тренеров-консультантов попала в общем мира по третьему изданию. То есть, в общем, он очень классный. И когда он, собственно, его основная идея заключается в том, что любой компании, то есть любому бизнесу для того, чтобы быть, достигать своих целей, чтобы зарабатывать деньги, нужно быть, ну, как компании нужно быть результативной и эффективной в ближайшей и в долгосрочной перспективе. То есть идея здесь, вот в этих вот четырех словах, а именно результативная и эффективная, ближайшая перспектива и долгосрочная перспектива, собственно, заключается в все, вся сложность управления компанией, вся сложность этого бизнеса. Потому что дело в том, что постоянно, ну, вообще основная концепция, о которой они здесь очень любят говорить, что в мире все меняется. Поэтому постоянно нужно искать какие-то там новые рынки сбыта, новые способы, какие-то оптимизации производства, новые способы делать что-то лучше, больше, потому что конкуренты там приходят, потому что меняется там географическая, там геополитическая, там обстановка, экономическая обстановка. Например, там пришел Apple, там разрушил там то, что наше представление о том, что такое телефон, то есть создал совершенно новый рынок, то есть на котором многие компании от этого разорились, там BlackBerry от этого разорилась, например, там Nokia тоже не очень хорошо от этого до сих пор. И мир очень динамично меняется, то есть поэтому компании, любой компании, ей мало вот здесь и сейчас приносить прибыль, здесь и сейчас достигать результаты, еще нужно думать про перспективу. И собственно для того, чтобы компания собственно была эффективной и результативной в долгосрочной перспективе, Adidas выявил 4 роли менеджмента, которые можно называть, так называемыми, витаминами. То есть первая задача менеджмента, первое, что должна делать компания, это производить результаты. То есть это называется, это обозначается буквой, эта роль обозначается буквой P, producer. Это значит, что нам нужны люди, которые будут реально делать дело, потому что без людей, которые делают дело, очень сложно там какие-то вообще поговорить о каком-то бизнесе. То есть самый простой пример, даже если у нас есть какая-то банальнейшая парикмахерская, нам банально нужны мастера, которые умеют стричь. Если у нас нет мастеров, которые умеют стричь, никакие наши ухищрения в области маркетинга, менеджмента и чего угодно бы ни было, нам клиента, клиентуру нам не сохранят, потому что у нас там… нам действительно нужны люди, которые дают результат. Вторая роль – это администрирование. Потому что как только компания начинает заработать какие-то деньги, у нее начинают какие-то затраты накапливаться. Для того, чтобы затраты минимизировать, нужно создавать процессы. Потому что дело в том, что принятие решения, когда мы с какой-то проблемой новой сталкиваемся первый раз, это для всех людей, которые участвуют в решении этой проблемы – это стресс. Потому что нужно что-то решить, нужно разобраться в вопросе, нужно быть экспертом в этом вопросе, а экспертом на всех вопросах быть сложно. И поэтому на принятие вот таких решений в сложной ситуации стрессовой требуется очень много мыслительной энергии. Поэтому если у нас есть какой-то процесс, то мы просто смотрим в бумажку, что делать в случае X, а там написано, делайте шаги раз, два и три. И мы делаем эти шаги, и нам легко и свободно. На самом деле я когда читал причины популярности вот этого, например, Макоси, и в принципе вот эти Apple всех технологий, они как раз, я читал, что в качестве одной из причин их успеха называется то, что они избавляют пользователя от грузовыбора. И там показывался, в пример, Windows 7, в котором было 7 способов выключить компьютер. То есть там от логофиться, заснуть, гибернация, выключение, перезагрузка и еще какие-то. И Мак, в котором одна кнопочка. Потому что по обычным пользователям, который не является специалистом в вопросе, он смотрит в этих 7 пунктов, пытается понять, чем отличается сон от гибернации, и в этот момент у него наступает стресс, потому что он не знает, что делать, и поэтому счастье снижается. То есть процессы, ну любые вообще, в принципе, любые попытки, там практически любые компании как-то снизить свои расходы и повысить свою эффективность. То есть эффективность значит, что мы не хотим тратить дополнительные ресурсы для того, чтобы цель достигать. То есть они делаются все через процессы. То есть у нас, опять же, крайне высокоэффективная организация, все знают, Макдональдс, там у каждого там написано, то есть вот типа ты там салат рубишь, ты котлеты переворачиваешь. Все очень эффективно, поэтому они умудряются поддерживать там хорошее качество продуктов, ну относительно, да, то есть при низкой цене. Дальше. И это все работает в высокосочной перспективе. То есть здесь у меня на слайде написано. Потому что даже если мы нашли клиентов, которых мы удовлетворяем здесь и сейчас, мы это делаем эффективно, мы классно понимаем, кто наши клиенты, все равно мир меняется, постепенно кто-нибудь новый игрок войдет на рынок, рынок насытится нашими товарными услугами, понадобится что-то новое. Для этого нам нужно смотреть вперед. Нам постоянно нужно думать, как мы изменить компанию, нам постоянно нужно думать, чтобы новое придумать, как бы на какой-то новый рынок войти, развиться. Для этого нужна такая роль в менеджменте, как предприниматель. То есть по-английски называется entrepreneur. То есть идея это в том, что человек должен обладать нюхом и понимать, где будет мир через год, через два, через три. Потому что я могу привести тот же самый пример с мобильными телефонами. То есть люди, которые, компании, которые до сих пор цепляются за старые телефоны и до сих пор думают, что телефон нужен для того, чтобы звонить, их доля рынка неуклонно снижается и сейчас уже все пользуются такими здоровыми планшетами, которые делают что угодно. И еще у них есть такой атаизм, как совершать звонки. Собственно, предпринимателю нужен для того, чтобы компания не потеряла вот эту самую способность ультарных клиентов на благососточной бесплате, потому что мир меняется. То есть опять же, если привести пример про парикмахерскую. У меня был случай, я ребенка привез, у меня ребенок захотел слишком модную, с волной. Я прием его в парикмахерскую, а там, в принципе, он сказал, что он такое делать не умеет. Ну как бы, ну раз она не умеет, значит, пошли в другую перехватерскую. В общем, все очень просто. Потому что мир меняется, требования клиентов меняются, нужно постоянно как-то к ним адаптироваться. И от этого зависит, выжимаясь в компании в благососточной перспективе. И интеграция – это последний, так называемый, витамин или задача компании, которую Adidas выделяет. Она нужна для того, чтобы компанию из группы людей сделать каким-то единым целым. То есть потому что мы должны поддерживать друг друга, значит, компания должна быть объединена какой-то одной общей целью, одной, там, может называть там миссией, там, как угодно. То есть идея в том, что все частые компании должны работать как единое целое для того, чтобы достигать этого результата. То есть опять же, эти роли, они важны и для любой команды, в которой вы работаете. То есть если у команды есть 5 человек, то там тоже все эти роли должны быть. То есть и для большой компании, то есть и для компании, там, вашей, которой вы работаете, и для компании, вашего заказчика, которой вы работаете, да, то есть все, на которой вы можете работать, если это вот тоже. То есть все эти роли так иначе должны быть представлены. И после того, как Adidas описывает эти роли, то есть говорит, что вот это все нужно делать, он делает забавное выяснение, что роли эти на самом деле, они друг с другом конфликтыуют. То есть они несовместимы. Дело в том, что если мы нацелены на результат, то есть мой производитель результата, то есть нас, то есть мы не хотим тратить время на то, чтобы, допустим, там, заниматься, там, ну, там, чрезмерное время уделять там, какой-то, ну, там, администрированию. То есть поэтому, допустим, если мы сидим и педалим код так, что у нас там искры летят из пакулатуры, нас очень раздражают менеджеры, которые приходят и вот начинают там своим а-листом. как бы говорить, что там, а как ты вот это будешь делать, а что ты вот это будешь делать, а как мы вот эту вот проблему решим. Потому что мы работаем, то есть мы не хотим там отвлекаться и писать бумажки на тему того, там, как оно именно там работает. Поэтому девелоперы многие, которые вот ориентированы на просто результатов, поэтому девелоперы не любят там писать документацию к коду, потому что, ну, ну, конфликтует. Это вот если смешная очень шутка, что если мы рубим лес, нам нет, нет времени точить топор, нам нужно рубить лес, как бы вот это вот, это крайняя степень проявления этой несовместимости. Точно так же, например, производство результатов конфликтует с вот этим предпринимательством. То есть потому что, если какой-то был менеджер, у которого 7 пятницы недели, который каждый раз прибегает сначала с одной задачей, потом с другой задачей, потом с третьей задачей, ну, как бы мы пытаемся делать дело, а мы не понимаем, что мы делаем, потому что, ну, то, что мы производим, оно меняется там несколько раз в месяц или неделю. Из этого мы не можем делать свою работу, потому что вот эти постоянные изменения нам мешают. Ну и, естественно, вот все вот эти вот, ну, например, если мы там, опять же, если мы работаем, то все вот эти вот разговоры там из области интеграции про vision, mission там и там стратегию, очень многими людьми воспринимаются как bullshit и waste of time. И, естественно, то есть, ну, это я просто привел пример с производством результатов несовместимости, но на самом деле, естественно, администраторы несовместимы с предпринимателями, ну, просто потому что одни пытаются все поменять, другие пытаются, наоборот, сделать правила жесткие, которые позволят там все делать по правилам вот одинаково и правильно. И это, опять же, это верно на уровне людей, то есть потому что у нас у каждого есть какая-то склонность там каком-то, там, например, там склонность к администрированию, то есть мы любим порядок во всем, у нас там организованный рабочий стол, у нас все дела там разортированы, мы знаем всякие там модные практики, типа там getting things done и так далее и так далее и так подобное. Есть люди, которые, наоборот, любят цифровое все новое, то есть которые тоже считают всякие практики, но у которых они каждую неделю новые и это верно на уровне компании, то есть точно так же, если, например, наша компания, у нас у нее очень высокая предпринимательская составляющая, мы постоянно делаем, пробуемся в разных новых областях, постоянно мы там заходим в новые ниши, у нас разные клиенты из разных областей, нам очень сложно с этими действительно экспертами настоящими в этой области, потому что, то есть, потому что для того и любой, любой наш конкурент, который в этой узкой области специализируется, он скорее всего будет там поэффективнее, чем мы, потому что одновременно быть, ну все вот эти вот четыре роли исполнять одновременно, это невозможно, то есть ни для конкретно, ни для отдельно взятого человека, то есть ни для компании в целом. И вот у одежды есть книжка, ну вот я, Management and Business Management Styles, который говорит о том, что, как раз где он подробно пишет, о том, какие есть разные стили у людей и о том, что если, допустим, если мы один какой-то стиль применяем ущерб другому, то там наше дело начинает страдать. То есть, допустим, если мы только делаем результаты, не отвлекаясь ни на управление, ни думаем о будущем, не думаем об интеграции коллектива, то рано или поздно наша компания там просто нишу потеряет и все, и мы ничего делать больше не сможем с собой. Собственно, вывод, который один из делал очень интересный из этого способа, ну из этого своей концепции, это в том, что идеальных ругителей не существует. То есть, на самом деле, у каждого человека, у него есть свой стиль, свои сильные стороны, свои слабые стороны, и из-за того, что мир постоянно меняется, одновременно все вот эти четыре роли на должном уровне, просто один человек просто физически не способен выполнять. Опять же, об этом написано целая книжка. Ideal executive, why you can't be one and what can be done about that. То есть, целая книжка посвящена тому, как раз, чтобы развеять миф, ну потому что, опять же, нужно понимать, откуда это взялось. Потому что есть всякие школы MBA, которые за большие деньги учат людей, как стать идеальными руководителями и вот эти вот, и там учат непонятно чему, ну да не непонятно чему, а в смысле администрирование там на разные воды. И потом люди, когда выходят, начинают делать реальное дело, ну оказывается, что идеальным быть не получается. И много, и вот еще одна представция, о которой я тоже хотел проговорить. Значит, то, что у каждого человека свой стиль, это понятно, да, то есть кто-то любит больше работать на результат, кто-то любит порядок, кто-то любит что-то новое, кто-то любит взаимоотношения с людьми, чтобы команд, чтобы там было взаимопонимание, чтобы не было конфликта, чтобы не было сквок. То есть все это, это разные роли, которые в каждом из нас в большей или меньшей степени представлены. И очень много конфликтов, и конфликтов с начальниками, и конфликтов с подчиненными, они возникают в тот момент, когда роли эти оказываются, когда наша стиль оказывается несовместима. То есть если, допустим, наш начальник очень любит администрирование, контроль, он очень любит, чтобы все было там четко по плану, очень любит, чтобы там были отчеты все, чтобы были… Все распланировано там на полгода вперед, а мы, например, наоборот любим педалить и делать что-нибудь новенькое. Нам с таким руководителем будет очень тяжело общаться, потому что у него ценность заключается в том, чтобы все было по плану, а у нас ценность заключается в том, чтобы было что-нибудь новенькое и чтобы оно работало побыстрее запедалить. Если человек не понимает, что сложность общения вызвана как раз несовпадением стилей, то начинаются всякие конфликты. В этом случае предполагается, что это начальник вроде как должен быть образованный, он должен понимать, он должен подстраивать свой стиль под подчиненных. На самом деле, даже если у вас есть начальник, вы можете прекрасно этот концепт использовать, потому что вы понимаете, о чем он говорит, вы понимаете, что ему важно и, соответственно, если вы на его языке можете объясняться, то это дает вам большие преимущества. Естественно, думать о том, что только ваш стиль, то, как вы думаете, это правильно, то, как думают остальные люди, это неправильно, разумеется, это ошибка. То есть нужно понимать, ну, здесь говоришь, что если мы говорим про эти четыре роли, то человек должен хорошо, хорошо выполнять, ну, отлично выполнять одну или две, а остальные просто понимать, что они есть и понимать, ну, и на таком уровне достаточном, чтобы разведеть эту роль в других людях. То есть просто потому, что если, допустим, у нас нету предпринимательской какой-то жилки, то есть мы любим, чтобы все было там организовано и в порядке, тем не менее, для хорошего руководителя требуется, чтобы он все-таки умел эту предпринимательскую жилку находить в других людях. Даже если мы с человеком тяжело общаться, все равно для здоровья компании крайне важно, чтобы был человек, который такой визионер, который постоянно придумал что-нибудь, новые идеи, что-нибудь такое, постоянно границы возможного раздвигает. Дальше очень интересная мысль о том, что даже внутри нашей компании, то есть следующее развитие мысли по поводу того, что идеального руководителя не существует, даже внутри компании на разных позициях в разное время требуются разные люди, потому что, например, если мы подумаем о бухгалтерии, то там сложно представить бухгалтерию какого-нибудь такого пассионарного человека, который бегает, давайте-ка мы новую форму отчетника попробуем. То есть это странно смотрится, потому что в бухгалтерии юристы, там требуется порядок, там есть куча законов, норм, их нужно знать, если там, не дай бог, не так запятую поставил, или код не такой, или там цифру налоговый перепутал, то все как бы, то есть там все пропало, поэтому там нужно скрупулезность, там хорошо переживаются люди, которые вот с этим администраторским типом. Если нам нужно, допустим, продавцы, совершать звонки, пробивать клиентов, нам нужны люди с высоким вот этим пи ролью, там пи домином. И один говорит о том, что самая… так как один человек не может замечать все эти роли одновременно, поэтому нужна сбалансированная команда. То есть нам нужны люди, которые бы нас поддержали, которые бы нам помогли, которые бы наши слабые стороны своими прикрыли бы, потому что из конструктивного диалога как раз появляется возможность истинной понять. На самом деле, в принципе, это очень важное замечание, потому что когда есть какой-то вопрос на обсуждении, и когда вы приходите с каким-то приложением, и все так кивают, ну ладно, хорошо, мы можем так сделать. На самом деле, в этот момент не происходит никакого качественного… То есть по сути, несмотря на то, что все формально согласились, решение все равно ваше. То есть момент улучшения решения происходит в тот момент, когда кто-то с ним не согласен. Потому что если вы приходите с какой-то идеей, и другие члены команды начинают эту идею обсуждать, например, а как именно это будет сделать, а сколько это будет стоить, а сколько это время займет, а почему так, а может быть сделаем вот это. То есть в этот момент вы начинаете смотреть на идею с разных точек зрения. То есть и те перспективы, которые для вас были скрыты, потому что эти стили неисовестны вам, другие люди как раз могут для вас открыть. И поэтому очень-очень важно, ну если мы говорим про принципы взаимоотношения в любой команде, очень важно не задавливать всех своим авторитетом, то есть не подбирать людей, которые с таким же стилем управления, как у вас. То есть с ними легко работать, потому что вы думаете одинаково, вы говорите одинаково, у вас ценность одинаковая. А наоборот важно искать людей, которые не похожи, важно с ними обсуждать, потому что важно, чтобы люди не соглашались с вами. Ну в общем не соглашались не потому, что они там просто упертые, а потому что они именно хотят показать вашу идею с какой-то другой стороны, который вы, может быть, сами не догадались надо посмотреть. Естественно, задача у руководителя в данном случае, задача любого менеджера, задача любого тимлида, это обсуждение сделать конструктивным, то есть чтобы, не дай бог, никаких там не было переходов наличности, задавление одного человека другими и так далее. То есть понятная идея. Мы как бы только в обсуждении качественная идея рождается. И я тоже могу историю сказать, но тут уже один из шутку рассказывал про американского президента. Говорит, что представьте, что вы американский президент, и вам нужно сделать какое-то решение о каком-то важном вопросе. И вот вы садитесь в кабинет, и вам дают на стол документ на 40 страниц, которые писали 20 академиков в течение полугода. И у вас есть 20 минут, полчаса на то, чтобы ознакомиться с этим документом и принять решение. И что должен делать президент в такой ситуации? А смысл же в чем? Смысл в том, что какой шанс есть, что один человек окажется умнее, чем 20 академиков, которые там полугода отвечали вопрос. И шанс, естественно, этот нулевой. Поэтому получается, что президент в такой позиции является заложником своих консультантов. Поэтому для того, чтобы принять какое-то решение, обязательно нужно идти человеку, который с этим решением не согласен. Потому что когда начинают на аргументы находиться контраргументы, когда идет обсуждение какого-то вопроса, только тогда, собственно, качество решения улучшается. И у него все книжки практически про это. И что самое важное, вот как бы про Одис, что он больше призований получил. И что тоже очень хорошо понимать, на самом деле. И когда вы устраиваетесь на работу, когда вы работаете, когда у вас есть заказчик какой-то, это о том, что на самом деле у компании есть свой жизненный цикл. Что компании как живые существа, они рождаются, потом как-то у них там есть подростковый период, потом какая-то вершина развития, и потом уже медленное старение, идет смерть. И идея о том, что на каждом этапе нужны вот эти разные силы. То есть почему мы говорим о том, что идеального руководителя где-то там не будет, там в планете будет. На каждом этапе нужны свои основные движущиеся силы. Потому что я расскажу поподробнее. То есть вначале, потому что вначале все знают, что когда идея только сформирована, у нас идет стартап. То есть стартап – это просто идея в голове ее основателя. То есть человек придумал какую-то идею, как бы заработать денег. Это вот на этом этапе нужно много предпринимательской мысли для того, чтобы понять, что эта идея действительно будет проносить деньги и вокруг этого собрать стартап. То есть после чего компания сцепает в фазу младенчества и плавно переходит в фазу до Google Company, так называемых, одеться называть. Это нормальное состояние для всех стартапов. То есть чем оно характерно? Оно характерно тем, что все педали от круглые сутки, то есть у всех постоянно какие-то новые идеи. И у них, как видно, как раз вот, не видно, не видно этого самого маркера, как раз на точку не видно, но вот зигзагом показаны наиболее опасные пути развития компании. И как раз вот видно, что очень этап от давай-давай к юности, он как раз очень опасный, потому что в этот момент очень многие стартапы, они прогорают. Для того, что либо идея оказывается достаточно хорошей, или реализация оказывается достаточно хорошей, или просто деньги кончаются, или просто там что-то, там команда внутри себя ссорится. То есть там есть очень много ловушек, которые здесь записаны. Но идея в том, что на этом этапе от команды нужна огромная производительность, и от команды нужна вот именно огромная вот страсть вот развивать свой продукт. Это и это, поэтому если вы там кто-нибудь думает из вас там присоединится к стартапу, вот это те ценности, которые там будут от вас ожидаться. И это, например, очень сильно отличается от аристократической компании, которой я там чуть попозже там подойду. Потом компания вступает, в общем, компания вступает в фазу юности. То есть когда компания уже более-менее сформирована, она там научилась зарабатывать какие-то первые деньги, обратите внимание, что появляется потребность в администрировании. Потому что любая компания, которая начинает что-то зарабатывать, у нее появляются всякие механизмы административные, которые начинают считать эти деньги. И естественно, эти деньги, там, самый большой способ зарабатывать больше, это тратить меньше. Поэтому там начинаются всякие процессы, начинается всякая оптимизация затрат и так далее и тому подобное. То есть сначала появляется этот административный интерфейс, который говорит, как именно мы работаем, почему мы работаем именно так и почему мы не работаем по-другому. В период расцвета компания, собственно, она активно работает, у нее хорошие процессы, у нее есть план, что делать дальше, уже зарождается компактивная культура. И самая опасная точка это точка стабильности. То есть это момент, когда компания может достичь большого расцвета, у компании много денег, у компании стабильная клиентура, у компании уже сформированная культура, может быть много денег и все супер классно. Но заметно, что вот эта предпринимательская заставляющая, она под действием как раз культуры компании, под действием бюрократии, она начинает уменьшаться. И на самом деле это происходит в реальных компаниях. Потому что, если, допустим, если компания управляется какими-то директорами, у каждой есть какие-то KPI или заработать миллион долларов, вот это наш KPI. Мы достигли хорошо, не достигли плохо. Соответственно, если хорошо достигли, все получают бонусы, не достигли, не получают. Идея в том, что есть реальное наблюдение в реальных компаниях, что когда у людей стоят KPI, людям они неохотно начать инвестировать в что-то новое. Потому что, если мы инвестируем в какое-то новое непонятное направление, то наши KPI прямо часто начнут падать. То есть понятно, мы делаем что-то хорошее прямо сейчас. Если мы начнем пытаться куда-то инвестировать в то, что мы еще не знаем, мы там не профессионалы, мы там толком не умеем делать ничего, там рисков больше. То есть мы выбираем, мы берем деньги из того, что приносит нам доход и соответственно укладываем туда, что доход этот толком пока не приносит. И потом может быть будет приносить доход, а может быть не будем приносить доход. Из-за этого это реальная проблема, из-за этого динамичность компании, которые умеют уже что-то делать, она снижается и постепенно начинается этот период угасания. Когда в аристократической компании у нас уже есть процесс на все случаи жизни, у нас уже есть сформированная культура, у нас уже есть планы, может быть, огромным каким-то банком. Очень многие банки на мой взгляд застревают в аристократическом состоянии. Тогда вроде как еще компания приносит прибыль, но при этом уже совершенно ничего нового она не производит и уже привычная функция удовлетворения потребностей клиентов она уже падает. И дальше уже идет все. То есть когда у нас бюрократизация превращается в настоящую бюрократию, например, нашего правительства, которое в общем где нужно миллион бумажек с места на место переложить для того, чтобы что-то сделать. И опять же не слышно истории, когда просто есть компания, она занимается разработкой для банка и уже собрана команда 20 человек или 10 человек и они вот сидят и они месяц сидят, потому что там какие-то начальники не могут согласовать документацию и решить, что именно нужно педалить. То есть уже все готово, остался какой-то нюанс, нюансы согласовать не могут. Целая команда 10 человек сидят там, ничего не делают, получают зарплату, потому что им не могут дать kick-off, потому что не могут согласовать документацию по которой они все делают. То есть это, собственно, как раз пример бюрократизации. Естественно, за этим дальше идет смерть. Почему я это все рассказываю? Я просто хочу рассказать пару примеров из жизни, когда вот понимание этого или непонимание этого, потому что в анонсе же было немножко про заказчика, вот, и я как раз поработал с разным заказчиком, я вот расскажу, как понимание этого, оно мне в свое время помогло или кому-то не помогло более эффективно проблем решать. То есть у меня был заказчик, замечательный швейцарский стартап, который придумали новую классную технологию, там очень технологическая, там всякая система дополненной реальности, которая там, там маркеры находят, ну то есть там, ну очень там, на айфоне смотрелось очень круто, там какие 3D модели строят, то есть технологически идея была очень классная и мы там сделали им прототип, все работало, то есть осталось только взять эту идею, но человек не зарабатывает деньги. И в этот момент, ну а там фактически было у руля, ну там 3 основных сейхолдера были, то есть 3 главных там человек, которые стояли у руля этого стартапчика, и они начали думать, как, собственно, как сделать сценарий для того, чтобы эту технологию использовать, для того, чтобы деньги зарабатывать. И, ну, и ко мне он пришел и сказал, что, мол, Саша, у меня вот, ты же понимаешь, что мы там, у нас там, мы там деньги получили, у нас там какой-то ограниченный бюджет, то есть поэтому, мы там, я тебе буду какие-то задачи давать, а ты их будь добрый, мне оценивай и делай очень четко, чтобы мы он-тайм и он-баджет каждый раз, потому что иначе я тебя буду там ругать сегодня. Ну, ты понимаешь, деньги конечные. Я говорю, ну ладно, хорошо, будет тебе там, сделал там джиру, сделал там разбивку, все оценил, прям с точностью там до часа, по каждой задаче, когда я там делал там отклонение, там, мы там превысили бюджет или мы там обогнали бюджет, а что происходило на стороне бизнеса? То есть нам, у нас за два месяца три раза поменялось вообще осознание того, что делать в нашем приложении. То есть сначала нам казалось, что через это приложение там можно там мебель покупать, и там как-то ее там 3D рассматривать, потом оказалось, что это там визитными карточками обмениваемся, потом это оказалось, что мы там скидочные купоны получаем, потом там еще там что-то. То есть и каждый раз, когда вот у нас появлялась новая концепция, я брал так старый план, вот так вот, делал вот так вот, брал новый, рисовал, отправлял клиенту. Ну, естественно, на какое-то время стало понятно, что мы тратим на это очень много денег, и я, ну, как бы я же учился, там книжки читал, я знаю, что есть такое управление скопом, управление там требованиями, там всякие там, ну, меня учили же заниматься управлением проектами. Я думаю, что все, надо зафиксировать скоп, потому что иначе мы в деньги никогда не попадем. Я поехал к нему, мы неделю сидели, писали, там просто рисовали диаграммы, экраны, как на распространение будет работать, договорились, все круто, такие пожали руки. Последний день приехал там его бизнес-партнер, мы ему показали наши экраны, такие горды все, он такой там, хоп-хоп-хоп, там, а какая, какой объем рынка вот тех людей, которые будут там пользоваться этой фичей? Ну, вот такими неудобными вопросами нашу всю устроенную концепцию просто развалил. И я такой, у меня самолет, через 5 часов самолет, и он такой, ну, давай, давай, мы сейчас почти чуть-чуть, а я смотрю, что там вообще ни одного экрана, там в целом не осталось, которое мы там с ним делали. Я, в общем, уехал назад, и говорю ему, ну, рассказываю, что давайте, давай, раз мы, у тебя не получается придумать, что будет делать продолжение, мы это будем делать. Ну, идея в том, что мы, ну, потому что у меня же требуется оценить, а для того, чтобы оценить, нужно понять, что мы делаем. рисуем экраны, круто рисуем, там, показываем ему какие-то экраны, он говорит, там, да, да, какие-то новые идеи. Потом в какой-то момент мне пришло, прислать письмо, говорит, Саша, а чем мы занимаемся вообще? Я говорю, ну как, мы с тобой договаривались, мы рисуем экраны, вот спека, вот док, вот мы делаем, вот результат. Он говорит, нет, это не результат, мне нужно через неделю инвесторам что-то показывать, а у меня нет ничего рабочего, то есть, что им бумажки буду показывать? А ну типа там взяли попу в горсть и напедали мне прототип. Я говорю, ну, ладно, что делать? То есть, взял, взяли приложение, отпилили от него все, что можно было отпилить, послал ему письмо, вот, мы можем сделать, но вот это, 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 это и вот это не войдет. Он говорит, хорошо, за неделю ударными темпами пилим, показываем. Он говорит, Саша, все нормально, но есть вот замечания, вот один, два и три замечания. Я говорю, ну как бы это же не замечание, это out of scope, вот я тебе послал письмо, вот там написано было, что это мы не делаем, потому что у нас времени нет. Он говорит, Саша, мы три месяца про это всего говорили, как-то это out of scope. И я, в общем, ну, я там написал ему, что я о нем думаю, ему это не понравилось, и в итоге нас потом там мерил, там, еще один, третий человек, который специально обученный, чтобы там бухать было с ним вместе. Но на самом деле, после того, как мы стали думать вообще, а что же, а что же с этим, ну, делать, да, как с ним вообще работать, и вспомнили вот про эту модель. И этап развития, на котором этот заказчик находился, да, это go-go company. То есть на этапе go-go от нас требуется P и E, то есть производительность, педалить и предпринимательство, то есть думать о том, что, ну, как бы всякие там идеи генерить. А я ему что пытался сделать? Я ему пытался сделать администрирование. То есть я ему пытался сделать план, я ему пытался сделать бюджет, я ему пытался сделать там отчеты, там еженедельно посылать. И когда, и мы, я решил, что мы это делать не будем. То есть в итоге мы там весь процесс, который у нас был, мы почти там выполнили помойку. И что мы делали? Он присылает нам новую идею, мы говорим, вау, классно, в этой идее, естественно, куча дыр. Мы эти дыры сами заделаем, и вот мы ему там каждые два дня показываем вот новый экранчик, как оно выглядит. Человек смотрит на экранчики, естественно, и появляется новую идею, мы их, естественно, новую, заново доделаем. Это, ну, change management, это вообще основа того, что помогает вложиться в бюджет. Мы начали эти изменения пытаться интегрировать сразу в проект. То есть, и после этого, ну, казалось бы, что я забил, положил болт вообще полностью на бюджет, и очень смешно выглядели вопросы там, а когда у нас будет что-то готово? Потому что я у него не спрашиваю, он мне спрашивает, Саша, когда он будет готова этой странице? Я говорю, ну, там, не знаю, может через неделю или полторы. Он говорит, а что же мы сходили на прошлом деле? Я говорю, так мы с ним в таком темпе мы с ним продолжали. То есть, основная идея, что мы полностью избавились от тех вот как раз элементов, которые ему были не востребованы, стали ему показывать много-много производительности, много-много новых идей. То есть, каждую идею, которую он отдавал, мы на нее накидывали еще своих. Ему это быстро все реализовали, мы это показывали, и он был фантастически счастлив. То есть, он до конца проекта, несмотря на то, что я по-тихому забил вообще на еженедельные отчеты, он пройдет до конца проекта ни разу не вспомнил. То есть, в итоге мы все сделали и продолжаем до сих пор работать. И у меня есть другой пример, тоже очень интересный, который случился с моим товарищем. Они работали на компанию, которая занималась перевозками. Очень-очень тоже большая компания. И там было несколько виндаров. То есть, там были мы, еще там был какой-то индуский тоже программист, которые тоже там что-то подпедаливали. И у нас были итерации, которые параллельно шли. У нас и мы, то есть индусы работали вместе, и мы работали вместе, например, над одним и тем же функционалом. И когда, ну, а там и же, кто там работал, естественно, хотел показать, какие мы классные, ну, что мы типа делаем там в 10 раз больше, чем индусы. И поэтому мы каждый раз, то есть, они там, грубо говоря, там 20 юзер-старей набирают, а мы там 30 каждый спринт. И оно, и естественно, то есть, вот мы по максимуму старались сделать, вот так, чтобы, ну, очевидно было, что мы, блин, вот так и формируем, что вообще мы супер. Ну, и смотрит в том, что индусы там набрали, набрали там 15-20 сатарей, да, ну, естественно, по технику сделать. А мы там педали у нас там, порвали там, это там, это успели, это не успели, ну, там, ладно, перенесем, но сегодня мы же сделали в два раза больше. И потом там через несколько месяцев мы спрашиваем, ну, ну, как там вообще там наш процесс? Он говорит, а что там, вы какие-то стрёмные ребята, вот вы там в планы постоянно не укладываетесь, у вас там для этого, это там отложилось, там этого не успели. Вот индусы у меня классные ребята, блин, все делают по плану, ни разу меня не подвели. То есть, опять же, продакционная ситуация, но если подумать, что компания аристократическая, то в аристократике следование плану зачастую оказывается важнее, чем, собственно, непосредственно производительность. И, естественно, да, если у вас там в качестве заказчика такая вот уже компания, где все процессы сложились, вся документация есть, все устоялось. Естественно, там какие-то ваши новые свежие идеи по поводу того, как все реструктурировать, как все переделать, они абсолютно могут быть не востребованы. То есть, это нужно очень все-таки понимать. И, опять же, это действует и в той компании, в которой вы работаете, и в той компании, для которой вы пишете код. То есть, нужно очень хорошо понимать, на каком этапе развития находится эта компания, значит, такие у нее будут ценности. Значит, такого стиля работы будет ожидаться от вас. И, соответственно, может этому стилю соответствовать и казаться лучше. Собственно, выводы. Я уже, мне там покажу табличку со временем. Выводы. То, что первый вывод очевиден. Серебряные пули не существуют. Реально менеджмент не существует. Нельзя прочитать какую-то книжку, как менеджерить, или как что-то делать. И вот этим бесконечно заниматься, и быть бесконечно эффективным в любой ситуации. Ситуаций много, ситуации разные. В каждой компании, на каждой позиции нужны разные качества. Поэтому один человек их встречать не может. Это нужно четко понимать. То есть, поэтому это очень сложно. если вы понимаете, что нужно вашей компании, опять же, если мы даже говорим про устройство на работу, это простейшая вещь. Очень многие статьи, которые я читал про устройство на работу, они говорят, что посмотрите на сайт этой компании, вы собираете устраивать, и постарайтесь подумать, где на этой диаграмме находится та компания, где вы собираетесь работать. Потому что в зависимости от того, где она находится в этом цикле развития, это очень будет сильно влиять на стиле вашей работы. Опять же, наш директор любит рассказывать историю про двух разработчиков, которые уволились в какой-то момент кризиса из этой арты и поступали в другую контору. И он там звонит, там интернет-телеми спрашивает, ну как, там одному звонит, они в одной компании в одном проекте работают. Одному звонит, спрашивает, ну как у тебя там дела? Ну здесь вообще здесь суперпотрясающе, прям так все стабильно, у меня прям план расписан на полгода вперед, начинаю, что буду делать вообще, лепота. В целом он звонит в том же проекте, как там, да вообще ужас, здесь так все, никогда ничего не двигается, у меня полгода вперед все расписано, ничего вообще нового не бывает. То есть, потому что каждый человек свой стиль, свои потребности, понимая, где компания находится в этом стиле, вы понимаете, что у вас будет требоваться. Ну и то, что все время хочется работать. И нужно понимать, опять же, свои сильные, сильные, слабые стороны. Потому что в интернете есть тесты, которые можно пройти. в принципе, просто поанализировав себя, что вам близко и что вас раздражает в других людях, то есть можно понять, какой у вас стиль. И очень, и особенность этого стиля, ну просто находить такое место, где ваши сильные стороны будут востребованы, а ваши слабые стороны, соответственно, востребованы не будут. потому что вместо того, чтобы, опять же, многие книжки по личному и карьерному планингу, они говорят, что вместо того, чтобы исправлять свои слабые стороны и себя напильником делать идеальный кружок, который может все в любой ситуации, лучше осознавать свои сильные стороны и на этих сильных сторонах делать что-то уникальное, что никто другой не может. То есть это более выигрышная стратегия. Продолжение следует...